Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цезарским. Напомню, вы слушаете радио Народная Волна на частоте 14,30 м, 99,1 фм, на нашем веб-сайте radioNVC.com, на нашем YouTube-канале RadioNVC. И сегодня в радиоблог два Игоря. Игорь, здравствуйте. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск. Очередной радиоблог. Сегодня 5 апреля. Игорь, пожалуйста, сделай там, чтобы эхо у меня не было. Это у тебя. Итак, ну вы догадались, что второй Игорь, это Игорь Туфельд из Бостона. Наш друг, политолог и журналист, и человек, который любит сообщать новости, причем такие, которые не всегда знают наши слушатели, и мы в том числе, те, кто с ним выходит в эфир. Игорь, привет. Привет. Добрый день. Я себя слышу с микрофоном своим. Ты поработай, чтобы я себя не слышал. Ну, поработал? Поработал. Вот с этого бы ты и начал сегодняшний наш эфир. Ну, хорошо. Я надеюсь, что в Бостоне тоже солнечно. В Бостоне солнечно. Ну, вот видишь. И как ни странно, даже в штате Джорджия солнечно. Даже. Несмотря на бойкот, который объявила бейсбольная лига, там все равно светит солнце. Ты смотришь бейсбол, скажи честно? Нет. Нет. Но болеешь. Нет. И не болеешь. Я в то время в детстве играл в лапту и в городки. А я боюсь. А это, говорят, что-то общее между ними. Я даже не знаю правила этой игры. Но есть у меня друзья, которые смотрят и болеют за Ред Сокс. Ну, конечно, если Ред Сокс выигрывал раньше, я радовался. Так же, как радуюсь победам Бостон Брюинс. Которые, кстати говоря, вчера замечательно сыграли с Питтсбургом. Позавчера, вернее, в субботу. Ага. Хорошо, это хоккей. Я про бейсбол, я как-то попал на трибуны. Было очень познавательно, потому что единственное ощущение, которое я вынес, а оттуда, вот, так сказать, находясь в гарниле, можно сказать, действия, что ходили бесконечные ребята, продавали хот-доги и пиво. И, по-моему, кроме этого, ничего народ дальше там не интересовал. А когда кто-то попадал, то все резко вздрагивали и начинали крутить головами, потому что до этого не очень внимательно следили за происходящим на поле. Ну, может, с того времени что-то изменилось, это очень давно было. Ну, в Бостоне пару лет назад женщине, болельщице, мяч попал в лицо. И? Ну, ее госпитализировали. Ну, она выжила, я надеюсь. Выжила, да, выжила. Видишь, к счастью для бейсболистов, она была белой болельщицей. А, могли, да, я понимаю, могли, да, намеренности обвинить, тем более, если тот, кто наносил этот удар по этому мячику, был, не дай бог. Даже предполагать не хочу. Ну, видишь, как интересно. Мы начали с того, скорее всего, с чего, в общем-то, о чем могли не знать наши слушатели, поэтому это уже большой плюс. Ну, а теперь, возможно, о том, что они знают, ну, с твоим комментарием. Итак, Джорджия. Джорджия, да. К бойкоту присоединились еще компании Кока-Кола, известная своими, так сказать, антибелыми настроениями. Назовем их так. Потому что другого слова я не нахожу. Просто я напомню нашим зрителям, что буквально где-то 2-3 недели тому назад они объявили специальный веб-семинар, который называется «Как быть менее белым». Вот просто так. Знаешь, это не то, что там взять, пойти загорать, например, или перекраситься в какой-нибудь там цвет. Это формальность. Да, это просто так. Внутри надо стать менее. Да, что надо вот быть скромнее, надо быть менее умнее. Не-не-не, подожди, что значит скромнее? Что это, как понять? Ты уж объясни. Я не ходил на этот веб-семинар, как ты понимаешь. Да, так ты поэтому и не знаешь. Что они имеют в виду, да. Но, видимо, быть скромнее, это значит не говорить о том, что люди там знают Пушкина, например, наизусть, или кого-нибудь из английских поэтов, например, Лорда Байрона или Бёрнса, Роберта Бёрнса, или американских поэтов. Не знают американскую живопись, например, не говоря уже о живописи эпохи Ренессанса. То есть, скромнее, меньше в музеи, наверное, отходить, в театры, в кино. Не-не-не, по-моему, ты ошибаешься чуть-чуть. Я тебе... На самом деле просто надо в музее новые экспозиции делать, которые ближе народу. Музыка опять Моцарт Моцартом, ну почему бы хип-хоп не внедрить? — Чтобы оркестры наши исполняли. И тогда вот уравновесится как-то всё. А то получается действительно какой-то перекос. Вот мы сегодня напечатали уже второй материал по поводу Оксфордского университета. Наверное, ты видел его в рассылке. То есть замечательно... — Ну вот, скромнее, скромнее. — Значит, это называется скромнее сейчас, да? — Ну, видимо, да. Я же тебе говорю, я не ходил на этот семинар, поэтому тяжело сказать. — В следующий раз тебе партийное задание сходить на семинар? — Хорошо ещё, что они выпустили Кока-Колу, которая, как мы знаем, не белого цвета. Потому что что было бы, если бы они выпустили, допустим, спрайт или просто содовый напиток бесцветный? То, видимо, тоже пришлось менять цвет. Я не знаю, как это вообще объяснить. Но к ним присоединились ещё и другие компании. Мы уже говорили о бейсболе, мы говорили о Кока-Коле. И вот, к величайшему моему сожалению, к ним присоединился ещё авиакомпания «Дельта». Я, правда, не совсем понимаю, как «Дельта» собирается бойкотировать Джорджию. Потому что аэропорт в Атланте — один из ключевых аэропортов в Соединённых Штатах Америки именно для всяких пересадочных полётов. Насколько я знаю, таких аэропортов, по-моему, не так уж и много. Это Атланта, Детройт и Миннеаполис. Вот это, по-моему, три основных таких ключевых центра, которые, собственно говоря, и совершают полёты. Поэтому «Дельта» — это как-то вообще странно. Не знаю, в чём это будет выражаться, пока официальных заявлений нет. Но сегодня вот как раз на эту тему говорили очень интересно в программе «Вью». «Взгляд» перевожу для тех, кто не знает, что такое «Вью». Там обсуждалась эта тема. Причём, естественно, что все говорили о том, что вообще это необходимо сделать, что пускай губернатор Джорджии наконец поймёт, он это делает специально, чтобы не допускать людей. Это вообще расистское... Вообще всё, что делается не по их мнению, это всё расизм. То есть, другого нет терминологии. Это расизм. Это расизм. Люди за вакцину — это расизм. Люди против вакцины — это расизм. Если им не нравится, что они за, значит, это расизм. Если им не нравится, что они против, это тоже расизм. И как раз вот здесь я должен сказать, что Меган Маккейн, о которой мы говорим уже не один раз, дочка покойного сенатора и бывшего кандидата в президенты, в общем-то, она, конечно, очень отрицательно относилась к президенту Трампу по личным, так сказать, мотивам. У Маккейна с Трампом были серьёзные разногласия. И я сейчас не хочу углубляться в эти детали. Кто прав, кто виноват. Наверное, у того и у другого были свои основания. Ну, об этом помнят, я думаю. Да. Но, тем не менее, она сказала, что на самом деле Байден, президент Байден, во время своей избирательной кампании говорил о том, что он будет президентом для всех американцев. поперхнулся, извините. А сейчас он стал во главе тех, кто призывает к бойкоту Джорджия. Это уже противоречит тому, что он говорил. Вообще, на самом деле, президент не должен заниматься такого рода делами, потому что он должен заниматься всё то, что находится на федеральном уровне. Если это касается штата, пускай сами корпорации, сами спортивные лиги принимают решение в том, что они должны делать или нет. Но, как сказал президент Байден, он назвал это решение губернатора Кемпа Джим Кроу на стероидах. Вот так. То есть, это вообще даже тяжело, тяжело как-то охарактеризовать, и даже такая газета, как Нью-Йорк Таймс, написала, что Байден заработал премию четырёх Пиноккио. Да ладно? Да, ну, так сказала Меган Маккейн. А, ну, она, наверное... Хотя, может быть, Вашингтон-Пост. Может быть, я перепутал. Скорее всего, Вашингтон-Пост. Они любят Пиноккио выдавать. Я не знаю насчёт Нью-Йорк Таймс. Да, ну, скорее всего, Вашингтон-Пост. Но всё равно... Ну, неважно. Это величайший прогресс. Как мы знаем, Вашингтон-Пост принадлежит Безосу. Ну, Безос. И в этой связи это тоже, в общем, довольно интересный факт. Четыре Пиноккио вообще-то надо серьёзно поработать, чтобы получить такой титул. Ну, смотри, тем не менее, Байден делал всякие заявления. Ты ж понимаешь, клятвы, которые даются в ночь любви, они к утру теряют свои свойства. Как говорится, это такая есть цитата. То же самое и в выборной кампании. Мало ли, что он там говорил. Ну, сказал-сказал. Ну, как мы видели, в общем-то, не всегда так бывает. Иногда бывают кандидаты в президенты, когда они становятся президентами, они сдерживают свои обещания. Ну, это потому что, знаешь почему? Потому что они не очень типичные. Точнее, что мы говорим во множественном числе. Пока что одного я такого знаю, который пришёл, как говорится, как снег на голову, опустился для всего Дипстейта. Да и вот, кстати, ну, все наши слушатели понимают, что о ком мы говорим, о 45-м. Но, интересная вещь, он тоже призвал к бойкоту? Он призвал к бойкоту. Но к какому? К бойкоту бейсбольной лиги. И Кока-Колы. И вот в отношении Дельты он пока молчит. Потому что, видимо, это тоже непонятно, каким образом они собираются бойкотировать Джорджию, если без Атланты. Ну, вообще надо закрывать компанию. Не только эту, но и вообще все американские компании. А для Дельты это вообще самый ключевой аэропорт. Ну, хорошо. Так Дельта, чёрт с ней. А вот Кока-Кола. Как они видят вот этот свой Демарш? В чём он будет заключаться? Они перестанут пойло своё туда возить? Ну, во-первых, насколько мне известно, именно в Атланте находится основной офис компании Кока-Кола. Да. Видимо, они собираются его переводить оттуда. Тоже совершенно непонятно как. Но на самом деле я думаю, что это всё можно объяснить очень просто. И для Дельты, и для Кока-Колы. Что своим бойкотом они обязуются не поставлять Кока-Колу на матчи бейсбольных команд, если они будут играть в Атлантику. Вот так. Ну, хорошо. С другой стороны, вот звучало следующее, что те города... Куда перенесли это? Ну, куда перенесут эту игру, значит, тот, кто на себя грех такой возьмёт, штрейбрехерский, то вот этот город надо наказать. Интересно, насколько это возможно. Ну, посмотрим. Всё будет зависеть от количества проданных билетов. Вот. Как известно. Это, в общем, решающий фактор. И я не закончил ещё про Меган Маккейн. Она очень справедливо заметила, что вместо того, чтобы призывать к бойкоту Джорджии по каким-то совершенно непонятным причинам, тем более для президента, лучше бы Байден занялся бы другими делами. И, например, если он хочет что-то бойкотировать, так почему ему не объявить о том, что американские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине, не в Японии. Я не оговорился, как это сделал Джамп Саки, а именно на китайских зимних Олимпийских играх, из-за того, что там практикуется геноцид. Собственно говоря, были реальные факты в 1980 году, когда большинство западных команд бойкотировали Московскую Олимпиаду из-за начала Афганской войны. Так что, в общем, это достаточно серьезный мотив, но Байден вообще на эту тему молчит. То есть, ему важнее бойкот в Атланте, чем бойкот и вообще какие-то там санкции против Пекина. Не, ну с Китаем, ты же понимаешь, будет риторика грозная, а по сути будет все делаться таким образом, чтобы компартия была довольна. Тут даже риторики никакой нет. Не, ну и, слушай, все равно говорят о том, что Китай наш отнюдь не друг и не сторонник, но тем не менее это говорят. Ну, и не друг, и не враг, а так. А так, да. Вот именно. Хорошо, значит, тут бойкоты бойкотами. Понятно, что еще твое внимание привлекло вот в эти последние, может, несколько дней? Во-первых, мне хотелось бы прояснить немножко ситуацию, которая возникла во время последней записи на континенте, когда я назвал террориста, совершившего теракт в Вашингтоне, по его имени, по его мусульманскому имени, Нуа Зеем Мухаммад. Эта информация была опубликована в газете «Эпок Тайм», почему-то ее нигде не передают ни по одному каналу, кроме вот «One American News», «Фокс». Дело в том, что действительно, он зарегистрирован как «Ноа Грин». Но буквально за несколько дней до совершения теракта в прошлую пятницу он официально принял ислам и поменял свое имя на имя «Ноа Зеем Мухаммад». То есть это никакая не оговорка, это никакая не ошибка, это реальная информация. А теперь я просто приведу пример, что, например, все прекрасно помнят замечательного боксера Кассиуса Клея. Но не все, может быть, ассоциируют его с Мухаммадом Али, потому что последние годы своей жизни он был именно Мухаммадом Али, потому что он принял ислам. И его никто не называл Кассиусом Клея, по его имени, которым он родился. Игорь, все, кто мало-мальски боксом увлекался, прекрасно это знают, поверь мне. Я не говорю о тех, кто увлекался боксом, я говорю о людях, которые знают, кто такой Мухаммад Али, знают, что он боксер, но никогда его не видели на ринге, и никогда не знали, что он был Кассиусом Клея. Таких, поверь мне, очень и очень много. И я сейчас говорю, даже те, кто знал об этом, все равно его называли Мухаммадом Али. И даже когда он умер, никто не говорил о том, что умер Кассиус Клей. Все мемориалы, все улицы названы именем Мухаммада Али. О, правильно. И более того, cancel culture, знаменитое то, что сейчас началось и продолжается, и цветет, и пахнет, я думаю, добьется того, чтобы вся информация о его первоначальной фамилии куда-то была стерта. Посмотрим, если они вообще чего-то добьются, в конечном итоге это может, как, знаешь, палка о двух концах. Но если мы понимаем, что есть ли, а если нет, то мы будем помнить, что он имел изначально фамилию. И, кстати говоря, его сын выступил с резкой критикой движения BLM, Black Lives Matter и Антифы, естественно. Да, да, да. Ну, в любом случае, надо заметить, что гибель вот при этом, в общем-то, трагическом, назовем это все-таки терактом, полицейский погиб, она как-то не принесла такого особого, скажем, уныния в стороне той, которая называется властной демократической. То есть там было дежурно высказано о том, что да, потеряли, но не было сказано президентом ни единого слова, кто это сделал вообще. Почему-то он обошел негодяя, то есть, и более того, он перевел все равно стрелки на 6 января. Все-таки вот у него особый такой подход, да, к каким-то событиям. Не у него. У него, я думаю, вообще особого подхода нет. Какая разница? Он же озвучивает или... Ну, он озвучивает, да, правильно. Нет, в случае это было пресменное заявление, поэтому могли написать, то есть, есть кому. Ну, об этом мы тоже уже говорили, потому что это все повторяет то, что было во времена президента Обамы, после бостонского марафона, когда раздался взрыв, убивший трех человек, это сделали братья Царнаевы. И, в общем-то, в этой ситуации... Повтор, повтор. О чем здесь можно говорить? Нет, конечно. Ну, кстати, Обама всегда очень болезненно воспринимал, когда вот какая-то происходила гадость с той стороны, которая близка ему. Вот. Он всегда был как-то очень расстроен, и старали... И он старался всячески не объявлять, кто это сделал, а уж, ну, так сказать, халуйская пресса, которая у них, она тем патч. Ну, сейчас то же самое происходит. Ну, сейчас, в принципе, то же самое. Вот. Ну, в любом случае, очень хорошо, в общем-то, написала. Ну, хорошо это я, естественно, с сарказмом говорю. Депутат. Депутат. Значит, она конгрессвумен. Она женщина. Она женщина, вроде бы. Ильхан Амар. Которая, видишь ли, она очень тонко разбирается. Ну, правильно, да. А кто с ним вообще может поспорить-то? Действительно, если бы у него был бы автомат... Да? Да. А если бы он вез патроны еще? Ну, там ей хорошо комментарии ты читал, там ей написали. А если бы он вообще с управляемой там ракетой был там... Ну, да, да. Если бы атомная бомба у него была в машине. Ну, видишь, как... Пушка. Как интересно поворачивать. Как у Жванецкого на танке. Да, да, да. Весись за хлебушком проехать. Да? Что, что, что там? Не разлышал. Так и здесь. Ну, видишь, превращение любого факта, даже такого, в обязательный какой-то, вот такой политический, я бы сказал, удар по оппонентам. А понятно, что имелось в виду. Будь он, извините, белый, будь он еще с автоматом, ох, сколько бы он нанес ущербу. Но у нее в голову ей не пришло следующее, что тогда сотни тысяч людей собрались, и, в принципе, тоже погиб один полицейский. А тут вот один подонок приехал, и тоже один полицейский погиб. Вот это соотношение ни о чем не говорит тебе? Ну, мне это говорит. Я думаю, большинству людей говорит. Ну, правда, еще женщина погибла тоже. Но, правда, отрублено. Ну, это уже по-другой... Извини, мы сейчас говорим о стражах порядка. Исключительно. И, кстати говоря, тоже не факт, что он погиб. Ну, там, да, там было вранья много. Вот, ну, хорошо. У нас так незаметно мы подошли к середине нашего эфира. Сейчас мы на несколько минут вас покинем, господа. А потом вернемся и продолжим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200 и задать вопросы к ведущим. Ну, а пока продолжим. Да, добрый день еще раз, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с Игорем Туфельдом обсуждаем текущие события. И я, вот Игорь, что-то там смотрел во время нашего перерыва. Что-то там насмотрел еще. Я нашел довольно интересную информацию о том, что сенаторы-республиканцы хотят провести закон, который отменяет привилегии лиги бейсбольной в экономическом плане. Такая антитрастовая политика, которой они придерживались. Тед Круз, сенатор-республиканец, заявил о том, что эти претензии, которые предъявляют сейчас республиканцы бейсбольной лиги, связаны с тем, что они, по сути дела, оказались под влиянием экономических корпораций, которые настояли на том, чтобы бейсбольная лига отменила игры в Джорджии. А если они связаны с корпорациями, значит, они не могут просто иметь те привилегии, которые предоставлялись им по тем или иным экономическим причинам. И еще, что тоже интересно, что сразу после того, вернее, за день до того, как бейсбольная лига заявила о том, что они отменяют игры в Джорджии, это было 2 апреля, то есть 1 апреля, китайская компания Tencent получила эксклюзивное право на трансляцию в Китай именно бейсбольных игр. Я вообще не знаю, кто в Китае интересуется бейсболом, но, видимо, есть люди, которые интересуются. И, кстати говоря, в связи с этим я напомню о том, что после того, как генеральный менеджер и владелец команды, баскетбольной команды города Хьюстона заявил о том, что он поддерживает силы в Гонконге, демонстрации против китайской коммунистической партии. После этого эта же компания Tencent объявила о том, что она перестает транслировать игры NBA в Китае. и вот менеджер команды ракеты из Хьюстона Дэррел Муррей, в общем-то, показывает, что есть какая-то связь, видимо, между бейсболом, политикой и китайской коммунистической партией. Есть Леброн Джеймс, у нас есть звонок ко всему еще. Добрый день, слушаем вас. Да, добрый день. Оказывается, у нас в стране, вот эта бейсбольная лига, на нее не распространяется антимонопольный закон. Понимаете? В 1912 году у нас Верховный суд принял постановление, что на бейсбольную лигу у нас антимонопольный закон не распространяется. То есть все, что связано с бейсболом, у нас контролирует только одна бейсбольная лига. И теперь хотят восстановить республиканца справедливость, что у нас нет исключения корпораций, на которые не распространяется антимонопольный закон. Ну, да. Собственно, это то, о чем Игорь говорил сейчас. Но спасибо вам за такое добавление. Видишь, добавилась цифра интересная, да? Да. В 1912 году. В 1912 году, да. Это любопытно. Но, видишь, пересматривают не только какие-то вещи. Да, почти через 50 лет после отмены рыбовладельческого строя. Да. То есть здесь, видишь, тоже оказалось, есть некое... Ну, всегда есть действие, есть противодействие. Поэтому, в общем-то, я тоже надеюсь, что эффект бумеранга сработает вот этим всем хунвивийным нашим местным. Посмотрим. Опять же, ситуация, как известно, в Сенате не складывается лучшим образом. Потому что, если демократам удастся отменить систему филибастер, которую они называют расистским, кстати говоря, то тогда, в общем, не факт, что эта инициатива республиканцев будет поддержана и одобрена. Хотя, как мы знаем, среди демократов тоже уже появляются постепенно сенаторы, которые тоже, мягко говоря, не совсем согласны с политикой, проводимой Нэнси Пелозе и президентом Байденом. И Чахаком Шумером. Как они, интересно, ты наверняка видел это, ты рассказать можешь? Как Манчина, они одного из видных сенаторов решили с ним сработать? Ну, с Манчином, да. Предложить его жене что-то вкусное. Ну, что-то, да. Всегда, а что-то, как говорил губернатор Вилли Старк из книги «Вся королевская рать», «Вся президентская рать» Роберта П. Н. Уоррена, «Всегда что-то есть». «Всегда что-то есть». Цитата такая была. «Человек зачат в грехе и рожден мерзости, путь его от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть». Вот так. Поэтому они в надеждах, что даже тех вообще противников, ну, условных, естественно, и сомневающихся, вот эта правящая клика готова, в общем-то, к ногтю как бы прижать в случае надобности. Но не просто прижать, а надо же дать тот самый пряник, который человеку, может, приятен будет. В данном случае, я бы сказал, семье Манчина это выгодная была, сказать, сделка для него. Как это повлияет на его дальнейшие взгляды, мы будем видеть. Я думаю, уже очень скоро на разных голосованиях, которые он, конечно, все-таки старался выглядеть немножко иначе, чем его коллеги по партии. Ну, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я хотел поправку только дать небольшую. Вы говорили о Кассиусе Клее, что он принял Мохаммед Али. Он принял это еще, когда была Вьетнамская война, чтобы не идти на войну. Да? Да. Это вы просто дополнили. Ну, понятно, что он, в отличие от вот этого персонажа, он не за несколько дней до смерти это сделал, а значительно раньше. Спасибо вам за звонок. Хорошо. Ну, давай. Продолжим. Интересная информация еще поступила о том, что консервативный журналист и писатель вынужден был покинуть Соединенные Штаты Америки после того, как вышла его книга «Внутри антифы». И он указал на то, что он просто не представляет возможным находиться в Соединенных Штатах Америки, потому что его жизни постоянно угрожают. Никто, ни один правоохранительная организация не занимается этими угрозами. И мы знаем, что, в общем-то, эти угрозы, к сожалению, довольно часто сбываются. Поэтому вот такая ситуация, она в очередной раз говорит о том, что в Америке происходят вещи, которые трудно поддаются какому-то логическому объяснению, вообще объяснению, даже если мы забудем о таком слое, как логика. Но все почему-то, вот меня поражает просто, когда губернатор Кемп в Джорджии принимает решение о какой-то более строгому подходу к выборам, то есть идентификации личности, что в этом плохого. Я не понимаю, если человек приходит в банк или даже в аптеку, получая по рецепту какие-то лекарства, он должен показать удостоверение личности. Он приходит на прием к врачу, он приходит делать рентген, он приходит даже к зубному врачу, у него просят предъявить какие-то документы. А здесь, когда он принимает закон о том, что люди должны подтвердить свою собственную личность, это вызывает какие-то жуткие нападки. И причем любая вещь, которая не нравится, это, как я говорил, это расизм и антидемократичность. Это удар по нашей демократии. Мы уже говорили неоднократно. Сегодня повторялось не один раз в том, что никаких доказательств, все были претензии беспочвенные. Никто ничего нигде не смог доказать. При этом, опять же, идет полная фальсификация. Подсчет голосов графства Морякова в Аризоне продолжается. В Джорджии тоже продолжаются иски, связанные с подсчетом голосов на выборах. А в Висконсине, кстати говоря, губернатор штата обратился с иском против Трампа и Сидней Пауэлл, его адвоката, чтобы они выплатили 100 тысяч долларов за судебные издержки. О боже, что только не придумают. Ну хорошо, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вообще, на следующую встречу интересно было бы развернуть тему по поводу Арктики. Соединенные Штаты, Россия и Китай рассматривают Арктику как свой лакомый кусок. К чему это приведет? Это вообще очень интересная и очень ответственная сейчас ситуация. Ну, если Игорь подробности какие-то на сей счет знает, он вам прямо сейчас и доложит. Пожалуйста. Вообще, насколько мне известно, Арктика является территориальной целостностью, по-моему, Австралии или Новой Зеландии. Так что я не знаю, каким образом. То есть, это является просто как бы официально Новой Зеландия или Австралия, я не помню сейчас точно, но одна из этих стран как бы является совладельцем или владельцем Антарктиды. Так что здесь, причем каждый раз, когда кто-нибудь проводит там какие-то исследования, это все делается с разрешения. Возможно, это делается чисто формально, но тем не менее, официально так же, как, допустим, Гренландия официально принадлежит Дании. И, в общем, в этой ситуации я не знаю пока никаких разработок, которые ведутся там в Антарктиде. Потому что, если это действительно имеет какое-то отношение к разработкам, связанным с военными разработками, то эта информация засекречена. Но к следующему выпуску я постараюсь узнать что-то более подробное. Хорошо, спасибо. У нас еще есть звонки, давай попробуем принятие их. Добрый день, слушаем вас. Да, добрый день. Республиканцам вообще надо объявить, что это компания Дельта и Лига Бейсбола, они тоже российские организации. Компания Дельта требует предъявить фотоайди, чтобы сесть на их самолет. А Лига Бейсбольная требует фотоайди, чтобы пиво купить у них на стадионе. Это же чисто российские организации. Ну, в общем, да. Кстати говоря, не только Дельта, вообще все авиакомпании российские организации, потому что после 11 сентября все требуют предъявления и удостоверения личности. Вообще страшно подумать даже, но все социальные службы, которые оказывают помощь гражданам с низкими доходами или вообще без доходов, они же тоже это делают не на основании, что человек приходит и говорит, я Джон Смит. И я хочу получить от вас, допустим, какой-то с помощью стуани. Они говорят, хорошо, мы тебе верим, ты Джон Смит, получай. Ну, вот я понимаю, есть какие-то, может, благотворительные, вот где-нибудь в церкви, да, они объявляют, что мы раздаем чего-либо, да, благотворительные какие-то там, пайки там или что. И вот туда приходит человек, они могут, ну, по виду даже сказать, ну, на тебе, вот тебе пакет, тебе пакет, тебе. Но это редчайший случай, потому что все остальные институты работают исключительно, исходя из документов, исходя из личности человека. Поэтому, когда они говорят о расизме в данном случае, это звучит настолько безумно. Но самое интересное, там, если ты заявишь всем этим людям, начиная с президента, это же безумие, они скажут, что кто ты? Нарсист и антидемократ. И антидемократ, потому что у этих людей, говорят они, нет реальной возможности иметь вот при себе вот это ID, так называемое, то есть документ. Что значит нет реальной возможности? Ну, пускай пойдут домой, возьмут. Они говорят, это денег стоит, а у них не всегда есть на чем приехать, потом заплатить за то, что тебя там сфотографируют, ну вот, ну и так далее. А, понятно. Ну, замечательное объяснение. В стиле демократической партии. Ну, как, да, как и, собственно, многие другие вещи объясняют вот именно неким эмоциональным и таким отношением к проблеме, потому что это вот, то есть 400 лет, как говорили в одном фильме, который я после этой фразы просто выключил, а 400 лет мы терпели. Потом я подумал, 400 лет, 400 лет, а да, тут же все правильно. Это же 16-19 и вот. Ну, правильно, кстати говоря, вот вчера ко мне пришли мои друзья, и мой приятель задал мне такой вопрос, как ты думаешь, это как раз очень своевременный вопрос, после пасхальной, как вчера известно, в Америке закончилась еврейская Пасха, он мне задал такой вопрос, как ты думаешь, евреи будут требовать репарации за рабство в Египте из-за строительства пирамид, но я ему сказал, что на самом деле вообще это очень актуальная тема, тем более, что надо еще получать какие-то роялтис от того, что египетские власти получают за посещение тех пирамид, которые построили евреи, а если еще к этому присовокупить 40 лет странствий по пустыне, ужас, ужас, так это вообще получится, в общем, сумма. Я думаю, не то, что Египет весь арабский мир денег не найдет, хорошо, у нас есть звонок, так, звонок, по-моему, ушел, да? Сорвался. Сорвался, ну, хорошо, кстати, вот ты напомнил про Пасху, закончившуюся, а я хочу поздравить всех наших слушателей, для кого вот сегодня, вернее, вчера началась католическая, предстанская Пасхи, то есть всех тех, кто... Лютеранская. Да, лютеранская, относится к этой ветве христианства, то есть мы поздравляем и желаем вам действительно тоже светлой Пасхи и, ну, как полагается, встретить и, главное, не болеть в это время, которое, в общем-то, тревожно. Ну, звонок появился опять, добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, а можно ли поставить разряд расизма и дискриминации о том, что сейчас хотят ввести перемещение лиц в другие штаты и государства только с наличием паспорта, бумаги о том, что проведена вакцинация? Игорь. Ну, хорошо, что вы затронули эту тему, потому что я считаю, что на самом деле каждый человек должен решать так, как он хочет, в соответствии с той информацией или с той дезинформацией, которую он располагает. Но многие страны в Европе и в Израиле людям выдают просто QR-коды, в соответствии с которыми они просто могут доказать, что они вакцинированы и не могут являться переносчиками инфекции. Меня некоторые люди в комментариях к континенту обвиняют в том, что я получаю деньги от компаний фармацевтических, которые делают прививки. На самом деле я считаю, что это просто даже не то, что глупость. Кто-нибудь видел рекламу этих вакцин на американском телевидении? Зачем вакцинировать то, на что сейчас есть огромный спрос? Люди стоят в очередях и не могут записаться на эти вакцины. Опять же, я говорю это не потому, что я кого-то агитирую. Каждый должен делать то, что он хочет. Если вы боитесь, если вы не хотите делать по каким-то причинам, это ваше право. Никто вас не заставляет. Если кто-то хочет, он хочет. И вообще, я думаю, что тот человек, у которого создалось мнение об этой вакцинации, не поддастся, даже если кто-то его будет уговаривать. Я никого не уговариваю. В этой ситуации категорически отрицаю какую-либо связь с орбоцептическими компаниями мою личную и канала Континент. Я тоже подтверждаю это, но тем не менее, тут немножко вопрос шире, потому что это ограничитель. Если человек не сделает, вот тут. Правильно, это ограничитель, но этот ограничитель, который на самом деле приняли не в Америке. Его первая страна, которая полностью была, по крайней мере, на 70% вакцинирована, был Израиль. И в Израиле ввели эти коды. Там тоже есть люди, которые не согласны с этим. И я тоже могу их понять, но с другой стороны, если это единственная возможность выехать за границу, то что остается делать? Вот и решать. Например, люди для того, чтобы встретиться со своими родными, любимыми людьми, готовы пожертвовать гораздо больше, чем получение какого-то вакционального паспорта. Я, например, не видел своих внуков почти полтора года. И на сегодняшний день, несмотря на то, что я уже сделал одну вакцину, опять, никакой рекламы здесь нет. Я сделал вакцину в правую руку, в следующий понедельник вторая вакцина. Теперь поставишь левую. Но я это делаю именно из-за того, чтобы получить возможность выехать и чтобы меня приняли в той стране, в которую я хочу попасть. А вы делаете выводы такие, как вы хотите. В Аризон понятен. Так, у нас есть звонок, может, он будет последним, потому что время истекает. Добрый день. Неужели правда, что 52 страны в мире запросили спутник российский против вакцинации? Ну, за неимением, как ты считаешь? Я считаю, что эта информация не совсем соответствует действительности. Я пока знаю только о том, что израильтяне купили вакцину спутник. И это было в рамках договора о том, что Россия выпустит израильтянку, которую арестовали там за какое-то мелкое право на руку. И эта вакцинация сразу попала на территорию палестинской автономии, потому что никто палестинцев вообще не снабжал вакцинами. То есть, это была единственная возможность. Кстати говоря, если говорить о вакцинах, то, например, интересный факт о том, что в Китае и в Гонконге, где применяются местные китайские вакцины, после применения этих вакцин количество случаев заболевших резко увеличилось. Они способствовали. Может, они перепутали вакцины просто? О, да. Так же, как они перепутали в лаборатории что-то, после чего мы все получили эту большую китайскую радость, большой китайский подарок. Ну, что делать? С другой стороны, да, это дело личное каждого. Это вызывает много споров. Единственное, кто противники. Они, конечно, говорят, почему мы должны, если мы не хотим, почему нас ограничивают в наших правах. Ну, я боюсь, что мы на этот вопрос не сможем ответить. Это уже дело такое. Это мнение каждого, да. И на самом деле это связано и с туризмом, и это не то, что этот закон применяется где-то в отдельно взятой стране, это международный, и, кстати говоря, пока еще не закон. Ну, у нас время вышло, да. Но во многом, если это облегчит мне возможность выехать и приехать, скорее, выехать я могу свободно, то я готов на любые, любые паспорта и любые прочие. Понятно. Все. А я готов уже остановить передачу, потому что мы выходим из эфира. Спасибо тебе, спасибо всем, кто нас слушал. До новых встреч. Всего хорошего.